Туристическая палатка от компании Nature Hike, модель Cloud Tunnel. Cloud Tunnel выпускается в двух исполнениях. Это версия из полиэстера, ее масса составляет 2,9 килограмма и это отличная палатка для летних сплавов, для тех кто ищет просторную двушку-полубочку с большим тамбуром и также для тех кто ищет универсальную палатку для походов и кемпинга. В комплект Cloud Tunnel входит тканевый чехол, дуги в собственном чехле, футпринт, утяжка на липучке для упаковки палатки, 6 дополнительных оттяжек, 15 алюминиевых колышков, тент и тело палатки, скрепленные с завода. Устанавливаем Cloud Tunnel 2. Для этого сначала выбираем ровную площадку, стелим футпринт, поверх футпринта стелим тело основной палатки, широкая часть будет располагаться у входа в палатку. Подстегиваем пластиковые крючки к кольцам тела палатки, фиксируем заднюю часть с помощью кулышков. Теперь можно собрать каркас. Каркас имеет цветовую маркировку. При сборке каркаса важно следить, чтобы сегменты плотно входили друг в друга, так как это является основной причиной поломки каркаса. Продеваем дуги в тканевые рукава, серая дуга идет в ногах, красная дуга над входом и фиксируем с помощью люверсов. Беремся за две оттяжки входа, вытягиваем палатку на всю длину и плотно пришпиливаем кулышками. Поскольку палатка имеет большую поросность, обязательно привязываем и оттягиваем все штормовые оттяжки. Cloud Tunnel 2 это огромная туристическая палатка, либо среднего размера кемпинговая. По сути и так и так ее можно использовать. Полный вес самой палатки составляет 2,9 килограмма. Эта палатка в исполнении из полиэстера, также есть ее полная аналогия, но и силиконизированного нейлона. На нее есть отдельный обзор на нашем канале. В данной версии применяется полиэстер с нитями 65 Денье и плотностью плетений 210Т. Это плотный качественный полиэстер, который долго будет служить, плюс он имеет репстоп-обработку, которая препятствует расползанию ткани в случае ее надрыва. Здесь применяется полиуретановая пропитка с двух сторон. Все швы палатки проклеены. Тканевые рукава тоже сделаны из плестра, из такого же, как и тело палатки. Палатка устанавливается одновременно и внутренняя часть, и тент. При желании можно внутреннюю часть отстегнуть. Внутренняя часть крепится с помощью резинок и пуговиц. Соответственно, когда вы садитесь в палатку, ее натягиваете, нагружаете неудачно, то резинка компенсирует это. Соответственно, не будет отрываться внутренник. Плюс, если целиком снять внутренник, у вас получается огромный тамбур, в котором можно починить велосипед, заклеить байдарку или покрафт, или просто получить огромное укрытие на команду. В палатке есть три варианта, как сделать входную часть. Можно открыть одно крыло боковое. Можно одновременно открыть два крыла для проветривания и удобства загрузки вещей. А можно открыть две центральных молнии и подкатать центральную панель. У вас получится фронтальный вход. Также на нижних частях центральной панели есть кольца, которые позволяют установить крыло палатки на трекинговых палках, подручном материале или специальных стойках. Тамбур палатки позволяет с комфортом разместить здесь огромное количество снаряжения. Сюда легко лягут 220 литровых рюкзака, обувь. Еще останется место для того, чтобы готовить. Размер внутренней палатки 135 на 210. Палатка чуть-чуть сужается к ногам. Соответственно, размер указан для узкой части. Здесь с комфортом разместится либо двойной кемпинговый ковер, если вы используете для кемпинга, либо два широких туристических надувных или самонадувающихся. И два взрослых человека здесь с большим комфортом расположатся со всем снаряжением. Такая палатка, например, будет идеальна для продолжительного сплава. Каркас палатки усилен. В отличие от большинства палаток Nature Hike здесь используются 9-миллиметровые дуги, которые имеют большую прочность. Естественно, потому что палатка имеет большую парусность. На углах оттяжек есть кольцо, который выступает в качестве компенсатора. Соответственно, как бы вы не расположили оттяжку, всегда правильно приходится нагрузка на дуги палатки. Внутри палатка сделана из сочетания двух материалов. Это сетка по верхней части и это плотная ткань в нижней части. Примерно три четверти палатки состоит из ткани, верхняя часть из сетки. Также дверь дублирована тканью, соответственно, вы можете в жаркую погоду ткань отстегнуть в верхней части и получить дополнительную вентиляцию. Если это какая-нибудь Карелия в июне, задравить все целиком и иметь теплую палатку. У палатки отличная вентиляция. Во-первых, за счет просто больших геометрических размеров. На двоих здесь будет огромный объем воздуха внутри. Довольно сложно его продышать так, чтобы было много конденсата. Во-вторых, тент довольно высоко расположен от пола и есть две вентиляции на входе и в ногах. При желании в торцевой части есть пуговица и можно подкатать чуть-чуть кусочек тента, получив дополнительную вентиляцию в жаркую погоду. Таким образом, Cloud Tunnel это отличное решение для тех, кто ищет большую экспедиционную полубочку за умеренные деньги и в нормальном качестве, а также для тех, кто хочет иметь легкую кемпинговую палатку или одну палатку на все случаи жизни. Например, продолжительные сплавы и семейные выезды на природу. Выбирайтесь в интересные места, берите с собой друзей, а за снаряжением приходите к нам на САКИН-4.